У многих из нас лето ассоциируется с морем, солнцем и арбузами, сладкими, насыщенными и сочными. Чтобы насладиться самой большой в мире ягодой, мы терпеливо дожидаемся наступления августа, месяца, когда арбузы становятся самыми спелыми. Я купила арбуз и дыню. Очень вкусные, надеюсь, будут. Любим арбузы. Всегда покупаем, ждем, когда начнется сезон арбуза. Как только бахчевые появляются на прилавках, у покупателей возникает уже традиционный вопрос – как выбрать арбуз? Чтобы ответить на него, достаточно запомнить несколько проверенных способов. Как правило, все покупатели ориентируются на вид ягоды, но продавцы же советуют верить не глазам, а ушам. Спелый арбуз обязательно отзовется низкими нотами на стук и похлопывание. Надо, чтобы хосик сухой был, чтобы бочок желтый был и по звуку, чтобы звонкий был. Нередко покупатели, которые хотят убедиться в спелости арбуза на месте, просят продавцов надрезать плод. Но лучше этого не делать, напоминают специалисты. Не рекомендуется вскрывать арбуз в месте реализации. Вы его просто потом в течение часа-двух, пока везете до своей дачи или до дома, он у вас наберет такое количество патогенной микрофлоры, которая не обязательно вызовет кишечные инфекции или спровоцирует пищевое отравление. Бахчевые культуры проходят проверку регулярно. По итогам исследования по каждому продукту выдается заключение. Каждый покупатель вправе потребовать его от продавца. Мы смотрим, чтобы арбузы были плотные, то есть не битые, без гнили, без повреждений. И в обязательном порядке мы проводим, измеряем их на нитраты. Это обязательно. И смотря из каких регионов у нас идет по загрязненным областям, также проводим радиометрические исследования. Выбрать хороший арбуз поможет внимательность не только к самой ягоде, но и к месту продажи. Приобретать арбузы рекомендуется только в санкционированных местах торговли. Очень хочется, чтобы люди, конечно, покупали на развалах, а не так, как на дорогах. Потому что почему нельзя на дорогах покупать арбузы, дыни? Они накапливают тяжелые металлы, выхлопные газы. То есть все это продукция, все это себя впитывается, что может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта. Думаю, все об этом знают. Также обязательно перед едой все это моется с моющим средством, специально, который идет для овощей с губкой. Как руки мы моем, так и в этом обязательно нужно все это мыть, конечно. В Московской области в этом сезоне нитратных арбузов не обнаружено. А значит, сезон полосатых ягод официально можно назвать открытым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!